Всего 50% голосов жителей многоквартирного дома достаточно, чтобы сменить управляющую компанию. Те из них, которые работают недобросовестно, должны уйти с рынка жилищно-коммунальных услуг. Тема ЖКХ стала главной на расширенном совещании с управляющими микрорайонами и представителями общественных советов, которые провел губернатор Николай Меркушкин. Навести порядок в этой сфере необходимо срочно. И через общественный совет вы можете провести любое решение, любое. И собрать необходимое количество подписей, и управляющая компания не будет. И тут же, через два дня, приступит к исполнению обязанностей другая управляющая компания. И мы это делать будем. О том, что в ЖКХ не все в порядке, говорит и социологическое исследование. По данным опросов, которые провела общественная палата, качество и стоимость коммунальных услуг – это вторая по значимости проблема, которая волнует людей. Пока же более 70% собственников просто не участвуют в управлении домами. И здесь важную роль могут сыграть управляющие микрорайонами, в обязанности которых входит вести разъяснительную работу. 15 июня этого года, как вы помните, на прямой линии с президентом, ему был задан вопрос о состоянии жилищно-коммунальной сферы. И он дословно сказал, я зачитаю, «Не все управляющие компании оказались готовы к тому, чтобы должным образом организовать работу. И первое, что сейчас нужно сделать, это добиться того, чтобы уровень качества работ отвечал предъявляемым требованиям». В качестве фундаментального документа между жильцами и начальником ЖЭКа предлагается модельный договор. В нем прописаны все нормативы для управляющих компаний. А такие случаи, когда управдомы, собрав деньги, объявляют себя банкротами, должны остаться в прошлом. Сегодня в Самаре есть множество добросовестных компаний. В качестве примера для всех были созданы два муниципальных предприятия, у которых и дела в порядке, и деньги жильцов идут под значение. «Те компании, которые обанкротчены сознательно, у которых отозвана лицензия, на мой взгляд, ни руководители, ни учредители не имеют права повторно возвращаться в этот бизнес. Есть же норма запрета для муниципальных чиновников, которые утратили доверие. Но если это касается повседневной жизни наших людей, значит, наверное, такой вопрос тоже можно и правильнее было бы поставить». Одним из важнейших инструментов станет и ужесточение системы лицензирования. Опыт показал, что зачастую компания, которую прогнали из системы ЖКХ, появляется вновь, только под другой вывеской. Такие случаи необходимо пресекать вплоть до уголовного преследования. А для тех, кто заинтересован в нормальной работе, будут организованы семинары, которые пройдут в августе. Задача обучающих курсов – дать ответы на все вопросы. Олег Зверев, Максим Гусев, События.